Чудо! Аллиуя! Ну, отлично. Я в эфире. Так. Нет, подожди, а меня видят? Вот я вижу здесь написано. Не вижу. Нет, видно-видно тебя. Единственное, что у тебя может быть чуть-чуть такое ощущение, как будто тебя закрывают комментарии, но на самом деле нормально видно. И это будет потом в записи тоже очень хорошо. Ну, и, в общем, всем огромное спасибо, кто пишет мне с днём рождения. Да. Я всем очень благодарна. Помогайте репостами. Мы сегодня с Ботой вышли в прямой эфир для того, чтобы с вами поделиться очень классными новостями. Ну, и, в принципе, рассказать, как сейчас можно всё-таки осуществлять мечты. Да, вот один из моих подписчиков сегодня мне спросил такой вопрос. Людмила, что делать? Я родился при Назарбаеве. Живу при Назарбаеве, но не хочу умереть при Назарбаеве. Что делать? И вот этот вопрос, он очень сильно связан, конечно же, с утратой ощущений безопасности у карабетов, у тех, кто даёт приказы. И система Назарбаева, она построена, прежде всего, конечно же, на самом Назарбаеве, в учинах семьи, и тех, кто исполняет его преступные приказы. И сегодня в прямом эфире мы расскажем про двух главных персонажей. Назарбаева, Масимова, почему они имеют, собственно говоря, все основания для того, чтобы быть включёнными в списки персональных санкций. И в этом мне поможет Бота Джарди Мали, правозащитница, юрист, выпускница Харвардского университета. Она, собственно говоря, один из тех людей, правозащитников, юристов, которые вместе с нами работают уже больше 10 лет для того, чтобы остановить ощущение безнаказанности у тех, кто отдаёт приказы и исполняет приказы против мирных граждан, против просто правозащитников, активистов и так далее. Бота. Ну вот, расскажи, почему всё-таки Назарбаев и Масимова, может быть, по очереди? Какие основания у нас есть для того, чтобы этих людей, тем не менее, включать в списки санкций, хотя они, кажется, абсолютно имеют неограниченную власть в Казахстане? Люда, во-первых, спасибо за вот эту возможность выйти в эфир в Инстаграме. Это мой первый эфир, друзья, я поэтому... Подписывайтесь, даже ещё, да, я только вот пару часов назад создала аккаунт, поэтому я даже ещё не знаю, куда сфокусироваться, куда мне смотреть. Смотри в камеру. В камеру смотри, и я буду сейчас учитывать вопросы. в камеру смотри, лошадью ходи. Окей. Я... По-моему, вот сейчас я куда смотрю? Я смотрю... Нормально. Нормально, да? Окей. Хорошо, отлично. Всем привет. Люда, с днём рождения тебя. Уже, не знаю, шестой раз за сегодняшний день. По кругу. Но, я думаю, не повредит напомнить, что сегодня у Люды день рождения, да, у нашего... одного из ключевых бойцов за демократию и за права человека в Казахстане сегодня день рождения. Поэтому я присоединяюсь ко всем твоим друзьям, соратникам, поддерживающим, сочувствующим, которые тебя сегодня поздравляют. Спасибо. И давай перейдём к нашим баранам. Да, это точно баранам. Вот. Ну, ты сразу меня спросила, почему мы хотим поставить на санкционный лист двух персонажей, а именно Нурсултана Назарбаева и Карима Масимова. Ну, я, наверное... Я, на самом деле, не уверена, что все зрители этого эфира реально понимают, почему мы сегодня вдруг об этом говорим, почему именно сейчас и упоминаем эти фамилии. Да, давай, может быть, начнём с самого начала, да, от яйца, как говорится. То есть, мы... Что у нас произошло ключевое, почему мы опять стали говорить о санкциях публично? У нас в феврале этого года была принята резолюция Европейского парламента по ситуации прав человека. И впервые на таком уровне прозвучало... Прозвучало... Я даже не скажу предложение. Это, скорее всего, предупреждение к нашему действующему режиму о том, что депутаты Европейского парламента говорят, что необходимо рассмотреть вопрос персональных санкций в отношении нарушителей прав человека. И мы, на самом деле, очень долго боролись, чтобы вот этот язык возник на таком высоком уровне о том, чтобы действительно об этом стали говорить западные политики. Буквально на днях мы сделали обновление в Госдепартамент США в Америку. Это идет не только в Госдепартамент США, это также идет в американский Treasury, это означает казначейство, и также в Белый дом. Мы сделали обновление нашего, так скажем, заявки нашей. Submission, заявка. Мы настолько писали на английском языке, что просто уже разучились за это время говорить на русском. Есть такое немножко, немножко тяжело с окончаниями, потому что мы последние две недели ничего не видели, кроме экранов собственных компьютеров. ну вот, мы сделали обновление нашей заявки о том, что когда мы говорим мы, на самом деле мы говорим от большого числа правозащитников, которые принимали в этом участие, я сейчас не готова озвучивать всех их, потому что многие из них находятся в Казахстане, они в уязвимой ситуации, на них могут быть оказаны давления, поэтому какие-то вещи я просто даже в целях безопасности не буду говорить, я не буду говорить, кто является нашими свидетелями, каким образом собиралась эта информация, ну, какие-то детали придется оставить как бы между нами и Госдепартаментом США и Белым Домом. Вот. Но в любом случае мы сделали вот это вот обновление и впервые в этом обновлении мы поставили фамилию Нурсултана Назарбаева, казахстанского диктатора. Почему это произошло впервые? Потому что, в принципе, мы знаем, что в Казахстане как бы за все нарушения прав человека отвечает как бы на самом верху лицо, отвечающее за все нарушения, это Нурсултан Назарбаев. Именно он за 30 лет построил вот этот вот воровской, коррупционный, авторитарный режим. Но мы до этого, пока он находился в позиции главы государства, пока он являлся президентом Казахстана, мы не могли добавить его в санкционный лист. Это было бы для... Ну, совершенно нереально просить вести в санкционный санкционный потому что здесь очень много, да, Авиабомбами тогда возможно, но так невозможно. Да, но это... Здесь очень много всяких политических, дипломатических аспектов, которые нам не позволяли бы это сделать. Но сейчас, когда вот Назарбаев решил усидеть на всех стульях, он ушел немножко в тень, якобы он ушел с позиции главы государства, он тем самым обнажил себя, для вот этого вот международного удара, скажем так. Я сейчас на какое-то время отключила комментарии, чтобы боту было хорошо видно, а потом я включу, чтобы можно было снова их читать и сделаем время для вопроса, потому что многие пишут, что боту не видно и пизо так. А мне на самом деле очень нравились вот эти комментарии. Я, ребят, первый раз в таком формате. Если хочешь, я включу обратно. Я параллельно и смотрела, читала, как-то очень приятно чувствовать обратную связь. Ну, давайте так почему. Я на самом деле совсем не против видеть комментарии. Хорошо. Вот. Ну, поэтому мы впервые, мы добавили имя Назарбаева, лицо главного преступника против прав человека, главное лицо, отвечающее за коррупцию в нашей стране, это диктатор Нахсултана Назарбаева. Люда, ты меня видишь? Да, я очень хорошо вижу. Кружочек за... Нет, 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 все хорошо, все очень хорошо. Баффини. Ну, а вот Масимов, да, вот смотри, вот у нас есть Назарбаев. Какие другие страны могут служить как бы таким а-ля примером, где получилось, ну, бывших членов правительства и президентов или кого-то таких вот именно должностных лиц поставить списки санкций. И что для них это означает? Вот тут, например, один из наших читателей сейчас спрашивал, будет ли опубликованы в СМИ, например, счета, недвижимость, будет ли это известно в СМИ, что их поставили именно в списке персональных санкций, как это на них отразится? Ну, я понимаю, что я задаю много вопросов, но... Да, сразу очень много информации, давай, я не хочу все время говорить, я все-таки хочу какое-то подобие диалога, да, и поэтому давай, как бы, слона по частям начну с твоего вопроса, существует ли подобное? Я еще не ответила, кстати, на одну часть твоего вопроса, это по поводу Карима Масимова. Окей, давай, к Кариму Масимову. Давайте мы немножко к нему вернемся, и я отвечу сразу на второй вопрос. Еще один у нас ключевой кандидат, это Карим Масимов. Карим Масимов, он был, наверное, у нас самым долгоиграющим премьер-министром в истории Казахстана. Это очень-очень близкий соратник Назарбаева, диктатора Назарбаева, я его буду так называть, и это человек, который доверенное лицо, человек, который помогает Назарбаеву прятать его активы, человек, который по самую макушку во всех коррупционных схемах с Назарбаевым сидит, и сейчас как глава КНБ, Комитета национальной безопасности, он отвечает в принципе за вот эту важную часть сохранения власти Нурсултана Назарбаева в момент, когда позиция президента формально была передана Касамжамарту Такаеву. То есть мы можем сказать, КНБ это такая структура, кто постарше, те знают, наверное, такую структуру КГБ. Эти три буквы всегда вводили ужас всех граждан Советского Союза, их всех боялись, люди произносили шепотом название этой, скажем так, политической полиции. Но еще НКВД. Сейчас, правда, так НКВД называется немножко другой. Да, с НКВД немножко сложнее, это уже я не знаю никого, кто помнит НКВД. НКВД. Вот, но КГБ, я думаю, многие еще помнят. И, в общем, Карим Масимов, он возглавляет КГБ. Ой, КГБ, казахская версия КГБ, это КНБ. Это значит, он отвечает за все, все политические дела, которые творятся у нас в Казахстане. Потому что КНБ, на самом деле, это не какая-то там выстроенная вертикальная орган правоохранительный, это на самом деле, вот представьте спрута. Это такой спрут, который пронзает все-все-все сферы нашего общества. Агенты КНБ сидят не только в правоохранительных органах, в судах, они также сидят в национальных компаниях, в любом большом бизнесе, на самом деле, находятся агенты КНБ, или как непосредственно смотрящие от КНБ, так скажем, немножко, может быть, блатной жаргон, но на самом деле, когда у тебя государство напоминает организованную преступную группировку, то все время приходится уходить вот в эти блатные выражения, говорить о том, что Назарбаев крышует Масимова, который, в свою очередь, смотрящий за всем этим, за всеми политическими процессами у нас в стране. Совсем недавно, вот, кто следит за тем, что происходит в России коллега Масимова, а именно Бортников, глава ФСБ, это такая же структура, тоже можно сказать, наследница КГБ, только в России, да, потому что слово безопасность находится всегда, безопасность для конкретного диктатора, почему-то, структуры, которые обеспечивают безопасность для этих диктаторских режимов, для самих диктаторов, членов их семей, это называется безопасность для них, это никакого отношения к безопасности страны, безопасности граждан, гражданского общества, бизнеса не имеет, вот, но вот совсем недавно, коллега Масимова Бортников был добавлен в список персональных санкций, это случилось по делу Алексея Магнитского, потому что все-таки, ой, извините, Алексея Навального, да, он был добавлен в список Магнитского, это просто у тебя уже голова, у меня уже оговорки, да, почти по прейду, да, мы просто все включаем в списки Магнитского, и поэтому у нас уже все входят именно в Магнитского, называется, да, 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 вот, и в России это произошло, то есть это глава всесильного ФСБ, а мы знаем, что Путин, он как раз произошел из этого органа, да, то есть на самом деле это, ну, это одна из ключевых структур, которая стоит в фундаменте путинской диктатуры, то это на самом деле очень серьезные как бы удар по окружению Путина, когда человек, такая фигура добавлен в список, но я хочу сказать, вот это, хотя мы делаем аналогию между Казахстаном и Россией, я хочу сказать, что все-таки уязвимость Назарбаева и Назарбаевского окружения к персональным санкций, она немножко другая, чем у российского окружения Путина и самого Путина. А в чем эта разница? Вот так, чтобы было понятно, потому что, кажется, Казахстан совсем близко к России и так далее. Конечно, конечно. На самом деле я хочу сказать, что наши главы организованной преступной группировки, они гораздо более уязвимы, потому что Казахстан на самом деле это маленькая страна не в плане территории, а в плане вообще политического влияния на международные процессы, то есть в геополитическом плане. И, конечно, все эти люди, они не могут закрыться в стране, если в отношении них будут персональные санкции, и как бы жить, продолжать и царствовать. Потому что в Казахстане нет ничего, нет никакой инфраструктуры, нет никакой возможности создать себе вот такой вот оазис. В отличие от России, в России вот это все путинское окружение, они в принципе уже создали себе, можно сказать, ну, такую параллельную реальность, параллельную с гажданами России. Ну, мы все видели вот этот фильм, который Алексей Навальный сделал, про дворец Путина в Геленджике, да, и казалось бы, людей это поразило, но на самом деле таких дворцов и резиденций по всей России очень много. Я хочу сказать, что таких много резиденций у нас, у нашего диктатора Назарбаева и его окружения, но все-таки надо понимать, что в Казахстане снести вот этот режим гораздо легче, чем это сделать в России, и поэтому они никогда не будут чувствовать себя здесь в полной безопасности. Они уже не чувствуют себя в полной безопасности. Они все ведут себя как временщики, понимаете, которые на самом деле приехали сюда и вот как у нефтяников это называется, это не шабашники даже, а люди, которые приезжают на время, поработают, а потом возвращаются домой, забыла это слово. Подскажите мне, друзья. и в общем... Даже не знаю. Гастарбайтеры, да? Что-то вроде, да, но нет, они все-таки это их страна, но они себя не относятся, знаете, я так скажу, они относятся так, как будто это не их страна, а они завоеватели этой страны, потому что все свое будущее своих детей и внуков они связывают с Западом. Их дети, их внуки, они находятся там уже. У них находится там недвижимость, вот, правильно, вахтовики, да, у них там находится недвижимость, у них там находятся их счета, у них находятся даже их любимые у многих, да, параллельные семьи, которые они там заводят, и параллельные дети. Мы, поэтому мы это понимаем, и мы должны, как бы, действовать с двух сторон. Если мы говорим о нашей стратегии, да, когда мы пытаемся бороться с этим коррумпированным режимом, мы должны работать изнутри, то есть изнутри это то, что делают наши гражданские активисты, эти протесты, это наращивание количества ячеек в стране, проведение, допустим, ну, разъяснений с населением, да, то есть увеличение организованных оппозиционных настроений. Но снаружи мы их тоже должны зажимать и показывать, что вот то, что они делают с нами, с нашими гражданами внутри страны, это абсолютно неприемлемо. И мы должны бить по 3D, 3D, да, это, то есть дети, дома и деньги. Именно то, что они держат за границей. И почему часто вот эти персональные санкции их называют... А это не безжалостно? Вот мне очень часто говорят об этом, что... На английском их называют еще, я закончу мысль, извини. А ее... Вот эти вот персональные санкции называют на английском smart sanctions. Smart sanctions это означает умные санкции. Умные, то есть они не ударяют по всей стране, то есть они не вмешиваются в экономику, это не эмбарго, допустим, на поставку каких-то товаров из Казахстана или там закупку медикаментов на Западе для нашего населения. Нет. Это специфический удар по коррупционерам нарушителям прав человека. Нарушителям прав человека здесь очень важный аспект, который наслаждается безнаказанностью. В английском это enjoy impunity в стране. Ты меня спросила что-то не... Ну, я вот хотела спросить, у меня очень часто вопрос, как это так, вот когда-то вы опубликуете про детей, про их дома, особенно адреса, например, ну это же безжалостно, зачем публиковать информацию о семьях? Вот, когда Назарбаев попадет в список санкций, что это означает в практике? Будут ли там еще другие члены семьи Назарбаева? Как это работает? Ну, безжалостно ли это, да? Ну, знаешь, мне, конечно, очень сложно здесь рассуждать, потому что здесь мне нужно говорить об этом как беспристрастно, ты, наверное, ждешь какого-то ответа, как от юриста и правозащитника, но я скажу так, ну, вы знаете, эти люди не жалели наших граждан в Женаузене, когда расстреливали их, не жалели тех людей, которых убивали, они не пожалели Дуата Агадила, которого недавно убили в СИЗО всего лишь год назад, они не пожалели его сына, чтобы заставить семью Дуата Агадила молчать, поэтому они не жалеют всех этих людей, которые находятся в нищете, вот которые жили при Назарбаеве, родились при Назарбаеве и боятся, что они умрут при Назарбаеве, потому что они чувствуют безнадежность в нашей стране, они чувствуют, что нет никаких социальных лифтов, они чувствуют, что они ну как бы находятся в западне, можно так сказать, и в этой ситуации, когда небольшая, вот нам всем досталась в наследство вот эта страна, она, ее Назарбаев не отбил независимость, не заработал нам независимость, она вот просто, когда Советский Союз раскололся, так получилось, что в этот момент у власти должен был что-то с этим сделать, вот этот вот глава компартии, да, Казахстана, Назарбаеве, и вот он эту страну приватизировал, то есть он не думал, что эта страна, вот эта гигантская страна с таким маленьким населением, с очень хорошим населением, образованным, населением, которое, в принципе, готово много работать, которое готово учиться, готово защищать свою страну, которое любит свою страну, он это, он и нам досталась эта гигантская территория просто с невероятными богатствами, да, вот у нас очень часто любят хвастаться, что в Казахстане вся таблица Менделеева, но вся эта таблица Менделеева принадлежит Назарбаеву и его окружению, вам из этой таблицы Менделеева попадают только выхлопы заводов Назарбаева, которые садятся на ваши легкие, которые забиваются в поры ваших детей, которые создают им аллергии, вызывают раковые опухоли, вот это вот все, что вам досталось от таблицы Менделеева. Поэтому слово жалость, оно какое-то неадекватное немножко, это из сферы, знаете, ребят, всегда есть какая-то жалость кому-то, если особенно это поверженный преступник, мы все люди, но это здесь не жалость, здесь мы говорим, если оперировать юридическими понятиями, то за действия, за преступные действия должны наступать последствия. И мы, к сожалению, мы ничего не можем сделать, находясь внутри страны. Вся система юридическая, она находится под пятой Назарбаева. Прокуратура, ну, это просто какие-то бобики бегающие, гахкающие опять-таки на посылке у Карима Масимова. Полиция, ну, это вот карабеты-барбосы, которые готовы кусать всех, они уже как бешеные собаки, да, а если ты, не дай бог, попадешь в их лапы, то неизвестно, что с тобой случится, как они тебя разорвут на кусочки, как они будут терзать твою семью, вымогая деньги, это, поэтому говорить здесь вот о жалости, мне кажется, что раз мы не можем получить, нет никаких механизмов внутри страны, которые бы защитили права людей за границей, мы не являемся частью Совета Европы, мы не подписали Европейскую Конвенцию о правах человека, соответственно, мы не, у нас у Страсбургского Суда по правам человека, Европейского Суда по правам человека, нет юрисдикции в отношении Казахстана, то у нас очень остается немного механизмов, и на самом деле вот эти вот персональные санкции, smart sanctions, умные санкции, они были созданы для людей, для стран, где диктаторы, нарушители прав человека и коррупционеры наслаждаются вот такой вот безнаказанностью, и в то же время они прячут свои деньги в западной системе, то есть они параллельно наслаждаются безнаказанностью в своих странах, высасывают их, и в то же время пользуются всеми благами на западе. А что подсказал? Нам не нужны эти грязные деньги, нам не нужны эти люди, мы их, they are not welcome, то есть мы не можем вам сказать, что добро пожаловать, мы не хотим видеть их на своей территории, а теперь нам важно донести, что мы их тоже не хотим видеть у себя в Казахстане. Мы хотим, чтобы вы на западе четко объяснили им, что за нарушение прав человека в нашей стране для них будут последствия. Ну вот как раз-таки я хотела к этому вопросу перейти, потому что очень часто меня опять же спрашивают, ну что может сделать обычный казахстанец? Сейчас очень многие боятся выходить на протесты с одной стороны, потому что репрессии очень жестокие, тем не менее те, которые выходят на протесты, они доносят свои месседжи, а вот что делать тем, кто еще не знает, как доносить свои месседжи, что они должны говорить, как требовать санкции, влияют ли комментарии под постами, какие челленджи делать, ну вот что можно вообще делать? Ну опять, очень загруженный вопрос, да, начнем по частям отвечать. Никогда просто не вызвать. Ну, давай, конечно, в первую очередь, что можно делать? Конечно, мы говорим о протестах, об участии в протестном движении, да, здесь вы, я сейчас никого не буду учить, как это сделать, да, наверное, послушайте там Мухтара Аблязова, допустим, зайдите в группу ДВК-активист, и вы постепенно-постепенно поймете, что можно сделать в политическом плане, находясь внутри страны. Если вы хотите помочь, но в то же время по тем или иным причинам, вы боитесь выходить на улицу, это понятно, это я, я никого не осуждаю, я просто понимаю, но в то же время вы переживаете, вы понимаете, что на самом деле вопрос санкций стоит очень остро, этих людей надо наказать, надо сделать так, чтобы Запад сразу их ограничил доступ ко всем этим активам, которые они уже утащили на Запад, потому что если их, если они попадут в санкционный список, будет гораздо легче арестовать все-все их счета, находящиеся на Западе, их имущество, находящееся на Западе, а потом уже, когда власти в Казахстане придут демократические силы, то вернуть эти деньги, будет гораздо легче. Что вы можете сделать? Вот сейчас мы сделали, допустим, обновление Госдеп по санкционным спискам по нашей заявке. Что можно сделать? Это зарегистрироваться в Твиттере. Я понимаю, вы сидите здесь, все в Инстаграме, но, ребят, надо выходить в Твиттер. В Твиттере это такая, я скажу, главная политическая площадка, где находятся... Почему Россия именно ее и блокирует, ребята? Вы должны понять, почему Россия блокирует Твиттер, потому что там вы получаете прямой контакт ко всем политикам, понимаете? Это вот общение, вот как мы сейчас с ботой общаемся, да? По сути, вы точно так же вживую общаетесь с каждым политиком в любой точке мира, с журналистом, с дипломатом, понимаете? Это самый дорогостоящий по сути актив по общению, когда вы находитесь тысячи километров от того человека, с которым хотите встретиться. Да, совершенно верно. Это вот в Твиттере, да, там много всякой ерунды, но самое главное, что там есть вот этот, вот мы говорим его, политический пузырь, да? То есть там на самом деле сидят все ключевые политики, там сидят все западные институции, там сидят все дипломатические представительства, там находится Конгресс США и все сенаторы, там есть представители Белого дома, там есть депутаты всех национальных парламентов стран ЕС. То есть все, что нас интересует, все те люди, которые нас интересуют, они находятся в Твиттере. Сейчас мы, что мы делаем сейчас? Мы сейчас ведем очень активную программу по продвижению вот этих персональных санкций. И для этого мы проводим очень много встреч. Встречи они сейчас, конечно, вы понимаете, все эти зоны проходят онлайн, да. Мы не можем, к сожалению, делать их открытыми, это обычно ни дипломаты, ни политики, они, ну, это, санкции, это вопрос всегда чувствительный, потому что он, так скажем, геополитический, поэтому они предпочитают разговаривать с глазу на глаз, то есть это, вы таких встреч, к сожалению, не увидите в прямом эфире. Но, что можно, это показать, что на самом деле вот этот запрос на санкции, он не идет только от какой-то группы правозащитников, он на самом деле идет от общества, и вы это можете сделать, то есть вы регистрируетесь в Твиттере, потом подписываетесь на группу, она называется в Телеграме, кстати, загрузите Телеграм все, это тоже очень полезный инструмент, подписываетесь на группу Твиттерщиков, мы всю эту информацию обязательно выложим здесь в Инстаграме, чуть позже, после эфира, и обучаетесь, а потом участвуете вот в такой, как бы, ну, все время работаете над тем, чтобы информировать западных политиков о том, что санкции необходимо ввести против конкретных людей, и мы будем этих людей озвучивать на вот этих эфирах, и будем объяснять вам, почему, почему необходимо это сделать, сегодня мы упомянули две фамилии, Нурсултана Назарбаева и Масимова, но список, он длиннее, и сейчас мы даже, вот, как-то так получилось достаточно спонтанно, этот человек у нас, допустим, не был в санкционном списке, над которым мы работали, но сейчас, после происходящих процессов в Казахстане, мы поняли, что вот нам, допустим, надо расширить этот список и добавить туда действующего министра юстиции, потому что он, в принципе, занимается тем, что убивает адвокатуру, независимый нотариат у нас в стране, и это только небольшая часть того, что он сделает, очень коррумпированное лицо ставленника Рима Масимова, ну, то есть, у нас, о Бекитаеве Амарати Бекитаеве. Поэтому это список, это не что-то написанное в камне, да, мы его обновляем и работаем и будем работать, но очень важно, чтобы западные политики и дипломаты видели запросы, идущие из страны, то есть, реальные люди, которые пишут им и просят, что вот этих людей нужно включать санкционные списки по таким-то, таким-то причинам. Я еще хочу сказать, ребят, вот просто такой практический вопрос, очень многие у нас из Казахстана иногда так шифруются до такой степени, что почему-то они считают, что можно сделать свое имя на Твиттере, состоящем из 48 знаков, каких-то непонятных, восклицательных, вопросительных цифр, да, и это все выглядит просто ну, ерундой, такие аккаунты сразу банят, я вот, допустим, даже не хожу, никогда не проверяю, реально этот человек или нет, потому что это смешно даже смотреть на количество цифр, поэтому, пожалуйста, давайте, если вы хотите помочь, то помогайте, помогайте, делайте это так, что это вы реальные люди под реальными именами, которые пишут реальные вещи, мы здесь, мы не назарбаевский режим, мы не, нам не нужны мертвые души, мы не занимаемся фабрикациями, поэтому, если хотите помочь, пожалуйста, оцените, что вы можете сделать, вы можете писать, кстати, на русском языке тоже, на твиттере, потому что там очень простая функция перевода, но здесь важно понимать, что нужно ставить правильные хэштеги, и по поводу, да, и по поводу хэштегов мы вас тоже научим, кого тегать и какие хэштеги ставить, чтобы это все было видно, можно сказать, давай, Люда, объявим сезон санкций открытым, да, это точно, и очень важно, чтобы школа тоже твиттерщиков, она тоже, вы должны понимать, что открытый, то есть это не просто так писать на твиттере все, что в голову взбрело, нет, то есть мы стараемся сделать так, чтобы люди, которые пишут в твиттере, они представляют Казахстан, понимаете, то есть правозащитники обучают, они делятся своим опытом, они объясняют, какие фотографии подбирать, как описывать нарушения прав человека, аргументация, потому что списки включают санкционы только тогда, когда у вас есть веские аргументы, почему мы просим каждого из вас снимать лица карабетов, фиксировать каждое нарушение ваших прав, неправильные повестки, отказ принятия участия в протестах, да, вот вам регистрация протестов и так далее, они, конечно, не имеют права, но тем не менее, вот, например, по сравнению, вот как объяснить дипломатам, например, что Мамай является, по сути, так называемой оппозицией, то есть он не настоящий оппозиционер, это можно только объяснить тогда, когда вы показываете, вот что происходит с настоящей оппозицией, да, гражданским обществом, и вот какие блага, какие-то очень странные преференции всегда предоставляют Мамаю, и на основании этих сравнений вы можете объяснить аргументированно, где белые, а где черные, а в Казахстане все достаточно просто, и ваше присутствие в Твиттере, оно должно быть действительно осознанным, вы должны понимать, что мы играем все в одни ворота, у нас у всех общая цель, цель быть грамотным, аргументированным, вежливым, и вы общаетесь с людьми, которые получают сообщения от тысяч, если не десятков тысяч, иногда сотни тысяч различных Твиттерщиков, различных аккаунтов в течение дня, то есть эти люди очень заняты, чтобы ваш Твит пробился, вы должны действительно над этим постараться, я рада сказать, что у нас есть правозащитники, есть активисты, и просто волонтеры, которые учатся, и если им говорят опытные волонтеры, что вот нужно делать именно так, а не иначе, они прислушиваются и выполняют такие рекомендации, действительно очень важно, то есть вы не должны быть анонимными, в Твиттере каждый человек представляет себя, страну и тех, кого он защищает, только тогда ваш голос будет услышан, есть депутаты, прежде всего, и депутаты, политики, дипломаты, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и там работает точно такой же принцип, то есть вы должны тегать и быть настоящим реальным человеком, у которого реальные фотографии, понимаете, вы рассказываете реальные истории, тогда к вам будет доверие, и ваш голос будет сильнее, и вся компания по персональным санкциям также будет сильнее. Бота, вот если бы ты еще могла рассказать один такой момент, вот у нас есть фамилия Назарбаева и Масимова, вот тем не менее, вот сейчас есть все-таки зарегистрированные люди в Инстаграм, в Фейсбуке, скоро они будут в Твиттере, какие хэштеги, тем не менее, они могут использовать, ну вот, чтобы просто хотя бы какая-то была информационная волна. Вот у меня, да, у меня есть рояль в пустах, то, что я как раз собиралась сделать фотографию с таким хэштегом, я готова даже показать, но почему-то я думаю, что это будет зеркалка, да? А ну-ка покажи. Как вот вам, видно, нет? Назарбаев, да, зеркалка, точно зеркалка. Зеркалка, да, окей. Ребят, не получилось, да? Ну, вот простая вещь, я просто демонстрация, мы, надо все равно будет потом все это продублировать, всю эту информацию после этого эфира. Ну, вот просто простая вещь, да, вот можно сделать, мы эту кампанию проводили до этого, но мы сейчас опять ее будем повторять. Вот здесь вот, хэштег personal sanctions, хэштег Назарбаев и хэштег Масима. Хэштег это такая решеточка. Да, да, хэштег это решеточка. Мы хотим поставить решеточку. Да, решеточка, ну, для ребят решеточка, да, очень просто, легко запомнить, да? Вот, вот сейчас вы Джона Байдена кто-то хэштег поставил, да, кто-то будет искать Джона Байдена, найдет наш эфир. Вот. Поэтому, ребята, мы напишем обязательно все эти хэштеги, их надо писать без ошибок, тогда это будет иметь значение. Не просто так, потому что, если вы пишете просто так, это, конечно, ну, там всегда есть какой-то спам, это всегда, это доля есть, да? Но люди опытные, они это быстро блокируют, и все. Это не будет, не будет иметь никакого значения. Если вы реально хотите помочь, я думаю, что если вы смотрите этот эфир, вы думаете о будущем вашей страны, вы думаете о будущем своем, своих детей, вы уже устали. Вот кто-то писал здесь, Назарбаев хочет превратить Казахстан в Африку. Ну, ребят, мы уже давно Африка, о чем вы говорите? Не надо такое снисходительное отношение к Африке. Посмотрите, вот последний отчет, не отчет, Democracy Index, а индекс демократии, который вышел. И где находится Казахстан, на каком месте, и он находится, я не помню, перед Зимбабгой или после Зимбабгой. Или после Зимбабгой. В общем, очень-очень печально, да. Вы просто посмотрите это, и вы поймете, что никакую Африку ходить не надо, она вот рядом. она уже здесь, да. Такая метафизическая Африка у нас. Два вопроса. У нас были читатели, точнее, зрители, которые задавали вопрос. Верите ли вы в то, что есть честный полицейский, или все, вот по вашему мнению, карабеты, есть же, наверное, достойные и защищающие граждан? Я таких не видела, честно скажу. Вот ни одного не видела. Я так скажу, да. Это, это сложный вопрос, потому что люди всегда хотят, у всех есть какие-то друзья в этой системе, знакомые, все говорят, нет, ну вот мой друг, он работает в КНБ, или мой друг работает в ПРО, но он честный, он не такой, или там мой папа. Это, это тяжело признать. Понимаете, система, которую построил Назарбаев в правоохранительных органах, это система отрицательного отбора. Что это означает? Это означает то, что люди, которые выживают в этой системе, они наделены определенными качествами. Все эти качества отрицательные. Это непорядочность, это лизоблюдство, это карьеризм, это подлость, это желание обогатиться за чей-то счет, это определенная жестокость, это бессовестность. Потому что, если у тебя есть совестность, то ты не выживешь долго в системе правоохранительных органов. Несколько лет, и ты понимаешь, что ты перегорел, ты видишь все это, как они относятся к людям, что они делают в СИЗО с людьми задержанными, ты видишь, как втираются очки властям, если ты гаишник, ты понимаешь, как ты встроен в эту систему, потому что у тебя есть план, который ты, на самом деле, не стоишь просто и следишь за правопорядком на дороге, ты на самом деле выполняешь свою дневную норму по штрафам, по вымогательствам, по взяткам, потому что ты должен ее отправлять наверх, иначе с тебя спросят, и это идет, идет, идет выше по вот этой вот цепочке. То есть на самом деле это как в мафии. В мафии все встроены, и они все замазаны чем-то, потому что это только это гарантирует, гарантирует, как бы, крепкость, да, крепкость этой мафии, гарантирует то, что они друг друга, скажем так, не сильно предадут, хотя это не гарантирует полное отсутствие предательства, потому что качество этих людей соответствующее, да, честь им незнакомо. Ну, в любом случае, то есть, так как у нас в системе правоохранительных органов существует отрицательный отбор, я не верю, что у нас есть после, особенно после определенного уровня, да, чем выше человек по служебной лестнице, тем меньше в нем порядочности, тем меньше в нем, ну, всех вот этих вот человеческих качеств. Он может быть, хороший семенин, хороший там, человек, сын хороший там, у кого-то деньги отнял, маме дом построил, молодец. Да, как обычно, они в жена Зене, например, было, украли украшения, технику, привезли домой, сделали подарки женам, и жены пошли, еще похвастались этому, этим похвастались в различных парикмахерских, подружкам и так далее, они считали, что это круто, понимаете, это круто было. Да, они еще гордятся же этим, гордятся этим, их члены семьи, вот пошел, заработал, хорошо, полковника дали, много зарабатывать будет, но все же понимают, что полковник, у него вот фиксированная зарплата, да, на самом деле полковник будет зарабатывать другим способом. Это, ребята, тоже называется, когда ты смотришь на правоохранительные органы, тут возникает много вопросов вообще к нашему обществу, поэтому если вы хотите изменить это, если вы хотите, говорите, это не работает, будет только хуже, мы постепенно, постепенно закупориваемся, мы деградируем, деградирует все, мы теряем все это советское наследие, всю эту инфраструктуру советскую, только строят вот такие гигантские башни, куда вас не пустят, да, они для себя эти строят башни и дома за высоким забором, а тем временем образование приходит в полнейший упадок, идет деградация во всех социальных сферах, и тут вопрос, вы хотите поменять или нет, а там говорить хороший полицейский, плохой полицейский, это немножко уже такое, все эмоции. Да. Вопрос еще один был, будут ли публиковать в СМИ информацию о том, что заблокированы счета Назарбаева, например, Масимова, тех лиц, которые будут подаваться, вот как это, например, происходит в России. Ну, сами счета не будут публиковать, вам нужны номера счетов, записывайте, я вам сейчас скажу, вам ничего не даст номера счетов, здесь же вопрос не того, чтобы счета записывать, да, и опубликовать, и вы сели и порадовались, нет, здесь вопрос в том, чтобы эти счета были заблокированы, они будут заблокированы, где бы они ни находились, от Сингапура до Ацюрии, вот это очень важно, будут заблокированы. Да, вот то есть, что значит санкции, это блокировка въезда в страны Евросоюза, это блокировка счетов, как следствие, не смогут приехать члены семьи, наслаждаться покупками, вообще не смогут приехать на территорию США и Евросоюза, и будут проблемы в том числе, чтобы приехать в другие страны. И арест активов, арест активов, это тоже очень важно. Вы знаете, вот они на самом деле этого очень боятся, вот даже взять того же Карима Масимова, он всем своим детям поменял фамилию, у него дети не Масимовы, да, почему он это сделал, почему он прячет своих детей, вы их никогда не видите, потому что они боятся, они боятся последствий, они там срочно там записывают на разных родственников активы, они же понимают, что они делают, они понимают, какой сейчас глобальный мир, ты можешь прятать деньги в Сингапуре сколько душе угодно, в любом банке, но если Америка наложит на тебя санкции, то на самом деле ни один банк не будет держать эти деньги, где бы ты их не спрятал. Почему? Потому что в Америке очень простой подход. Если какой-то банк держит деньги вот этих вот людей из санкционного списка, значит, он сотрудничает с этими людьми. Закон в Америке, он работает экстратерриториально, то есть вроде бы у них нет юрисдикции над каким-нибудь банком в том же Сингапуре или Дубае, но у этого банка для того, чтобы он проводил операцию, у него есть обязательно корреспондентский счет в долларах, и он находится в Нью-Йорке. Вот если в банке окажется лицо в санкционном списке, то вот этот корреспондентский счет заблокируют в США. Это значит, банк пойдет ко дну, потому что он не сможет выполнять ни одну операцию в долларах. Ну какой банк готов брать на себя такие риски, что весь бизнес рухнет только потому, что у них там на счету ну пусть даже миллиард какого-то там диктатора. Вон у путинских олигархов арестовали, Виксельберга, допустим. У него арестовали миллиард в Швейцарии. Миллиард в Швейцарии. Это не потому, что Швейцария внесла его в санкционный лист. Нет, Швейцария нейтральная страна. Совершенно нейтральная страна. Там все прятали раньше свои деньги. Но сейчас если лицо ввели в санкционный лист банки, они встроены в глобальную систему, они не хотят нести на себе этих рисков, они сразу заблокировали этот счет. И Виксельбек уже сколько лет судится безуспешно, и он не может разблокировать свои деньги. Бота, у нас осталось дословно несколько минут, потому что в любой момент может эфир закончиться, а мы уже почти час разговариваем. Вот тут последний интересный вопрос. мы с тобой ходили. Как обычно, за полчаса вышли на час. По-быстрому. Итак, санкции, которые будут бить по Назарбаеву и Масиму, повлияют ли они на семье? Будет ли это влиять на простых граждан? Ты, конечно, отвечала на этот вопрос, что нет. Ну, вот все-таки еще чуть-чуть, объясни буквально. На тенге это повлияет только положительно. Вот, отлично. Я вот так вам хочу сказать. Отлично. Народ не пострадает, потому что это боится персонально, индивидуально к Назарбаеву. То есть Назарбаев не сможет красить ваши деньги. Это повлияет? Я понимаю, Назарбаев, он как Людовик, знаете, который государство это я. Он присвоил себе нацфонд, он считает, что это его кошелек, и он решает, как распоряжаться деньгами. Он на самом деле полностью контролирует сам рук казана, все государственные активы, да, но... Этот праздник скоро закончится. Знаете, надо напомнить ему его место. Вот он там, кто-то его назвал пенсионером недавно, да, ну, вот этот пенсионер, который, на самом деле, у которого не должно быть спокойной пенсии. Но он не пенсионер, я хочу сказать, это сразу, не ведитесь на вот эту вот всю пропаганду, что Назарбаев пенсионер, оставьте старого человека в покое. Назарбаев как управлял страной, так и управляет, на самом деле, даже жестче, потому что в какой-то степени ему пришлось поставить вот эту мебель на позицию президента. Поэтому сейчас он поставил одного из самых своих эффективных помощников, Карима Масимова как председателя КНБ именно для того, чтобы контролировать все-все-все аспекты происходящей в стране, чтобы его власть не пошатнулась. Вот, огромное тебе спасибо. В общем, у нас вроде бы как первая часть вопросов такая массовая, да, была отвечена. Если вам было интересно, если у вас остались еще вопросы, пишите обязательно под постом, я это видео сохраню, опубликую, мы его продублируем по разным каналам. Подписывайтесь обязательно на канал Ботеджер Димали, он тоже указан в моих постах. Я еще продублирую его в сторис и в том числе под этим видео. Так что будем рады с вами общаться и будем делать чаще такие эфиры и рассказывать вам, как можно быть полезными, как правильно защищать свои права и информировать международное сообщество, чтобы добиться персональных санкций. Молдаване смогли, украинцы смогли, белорусы смогли, россияне смогли. А чем вы, казахи-то, хуже? Ну, ничем. Главное учиться и делать все. Никакой магии. Просто делать. Не боги горшки обжигают, ребят. Давайте. Давайте соберемся, регистрируемся в Твиттере, подписываемся на активисты-неэкстремисты, смотрим наши эфиры и начинаем работать. Да. Все, всем пока и спасибо за поздравление. Спасибо. Люда, еще раз с днем рождения. Пока-пока. Пока-пока. С днем рождения. Пока-пока. 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 Продолжение следует...